Любовь Бога связана с душой человека, а не с географией, языком или культурой отдельной нации. Это мы привязываемся к отдельной нации, это мы продукт этой нации, это мой язык здесь, это моя история, это моя земля, это мои предки здесь жили, это мне близко, это понятно, это Богом тоже учитывается всё. Но если смотреть сверху, со стороны Бога, то какая разница какой ты нации, вообще в чём проблема, какой нации ты принадлежишь. Любовь Бога связана с душой человека, между тем, каждое государство развивает свою национальную идею. Почему оно развивает эту национальную идею, ищет эту идею, особенность именно нашей нации, вот нашли, вот эти мы уникальны, вот это вот то, что нас отличает от остальных. И разумеется, мы лучше других, надо найти именно такую изюминку, которая лучше других, лучше соседей. Разумеется, о минусах никто не говорит, это работает против нас, против нашей репутации. Поэтому каждое государство ищет и развивает свою национальную идею. Почему? Потому что они объединяют людей этой нации вокруг своей национальной самоидентичности. Это мы. И мы такие единственные, больше таких, как мы, нет. И это понятно. Я не критикую это. Это понятно. Людей надо как-то держать вместе вокруг своей нации. Но мы сегодня же говорим о церкви. И вот здесь вся сложность. И прежде всего для верующего человека конфликт заключается именно находиться в среде своей нации, но понимать, что я причастен к церкви Христовой, которая состоит из многих народов, племен языков. Потому что ты уже потенциально подвергаешь себе риску в среде своей нации. Потому что на весах выбора ты предпочел дружить и быть единым телом с представителями разных народов больше, чем просто свои национальные интересы. Потому что если бы каждый верующий человек хорошо понимал свою принадлежность Христу и церкви, он прежде всего встречал бы неприязнь со стороны своей нации. Но когда верующие люди отдельной нации больше склонны бороться за интересы этой нации, чем за общие интересы церкви, конечно, они порываются со своими братьями и сестрами, но остаются в мире или в согласии, или в гармонии с представителями своей отдельной нации. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.